Продолжение следует... ...и безопасности дорожного движения. В студии работает Руслан Ачиров. В течение следующих 25 минут вас ждет много интересной и полезной информации. Итак, смотрите в сегодняшнем выпуске. Статистика происшествий. Сводка происшествий за прошедшую неделю. Лаборатория безопасности. Ярко-оранжевый автобус учит детей правилам дорожного движения. Что ждет водителей за неуплату штрафов? Какой процент света должно пропускать тонированное стекло? Но повторение «Мать учения» правила дорожного движения в нашей студии проверит телеведущая Дарья Антехова. Ну а в начале выпуска мы предлагаем вашему вниманию обзор происшествий на дорогах нашего региона. Всего на автодорогах республики в период с 26 сентября по 2 октября этого года было зарегистрировано 15 дорожно-транспортных происшествий, при которых погибли 2 человека и получили травмы 21 человек. За этот период времени в результате ДТП погиб один ребенок в возрасте до 18 лет, трое получили увечья, а также погиб один ребенок в возрасте до 16 лет и трое детей получили травмы различной степени тяжести. В Вилюйском районе в результате ДТП погиб несовершеннолетний пассажир. 1 октября около полуночи в дежурную часть ОМВД России по Вилюйскому району поступило телефонное сообщение о том, что на Фат Вилюй между селами Лекечен и Хилбене произошло ДТП, в результате которого автомашина съехала с дороги. Предварительно установлено, что 1 октября около 23.30 водитель 1985 года рождения, управляя автомобилем марки Toyota Corolla Filder, двигаясь со стороны города Якутска в сторону города Вилюйска на Фат Вилюй, не справился с рулевым управлением и совершил опрокидывание автомобиля, который упал в воду. В результате ДТП несовершеннолетний пассажир 2009 года рождения скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи. В ходе проверки установлено, что у автомобиля были установлены летние шины. Все причины и обстоятельства ДТП выяснит следствие. Владимир, скажите, когда следует менять летние шины на зимние? Летние шины на зимние следует опять же менять вперед похолодания, так сказать. Ну и, естественно, лучше заблаговременно позаботиться об этом, да, перед тем, как у нас похолодания начнутся, да. Ну и, соответственно, в ночное время у нас мокрый асфальт становится утром уже скользким, то есть там образуется наледь, да, гололед так называемый. Ну и, соответственно, водителям уже будет очень тяжело управлять транспортным средством с летними шинами, то есть управления практически и не будет, можно сказать. Поэтому, опять же, следует заблаговременно менять свои летние шины на зимние. Дорожно-транспортное происшествие произошло по вине водителя автомобиля вследствие несоблюдения им очередности проезда перекрестка. Предварительно установлено, что 1 октября около 18.30 вечера 65-летний водитель, управляя автомобилем Toyota East, двигаясь по улице Алданское, села Майя, на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог с улицы Советская по второстепенной дороге, не уступил дорогу велосипедисту, приближающемуся справа по главной дороге, из-за чего произошло столкновение. В результате происшествия 65-летняя велосипедистка с закрытым компрессионным переломом позвоночника была госпитализирована в Мегино-Кангаласку ЦРБ. В ходе проверки установлено, что водитель и велосипедист находились в трезвом состоянии. Цветовая гамма одежды велосипедиста в момент ДТП комбинированы, отсутствовали светоотражающие элементы на одежде, а также средства пассивной защиты, а именно велошлем, наколенники, налокотники. На велосипеде отсутствуют световозвращающие элементы крепления. Со слов водителя автомобиля следует, что он просто не заметил велосипедиста. По факту данного ДТП производится проверка. В Нерингре произошло столкновение двух автомобилей. Пострадали три человека, один из них госпитализирован. 27 сентября около 18 часов вечера на автодороге местного значения 32-летний водитель, управляя автомобилем Toyota Harrier, не выбрал безопасную скорость, не учел дорожные и метеорологические условия, допустил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, и совершил столкновение с автомобилем Toyota Corolla Filder под управлением 63-летнего водителя, движущегося во встречном направлении прямо без изменения движения. В результате ДТП пострадали три человека. ДТП произошло в светлое время суток. Во время снегопада шел мокрый снег на заснеженной дороге с асфальтобетонным покрытием, без просадок и выбоин. По факту данного ДТП производится проверка. Владимир, скажите, как следует вести себя водителем при неблагоприятных погодных и дорожных условиях? Ну, при плохих погодных условиях, ну и, соответственно, дорожных, да, водителям, опять же, следует быть более внимательными, ну и, опять же, строго соблюдать правила дорожного движения, то есть это соблюдать безопасную скорость движения, дистанцию до впереди идущих транспортных средств, ну и, опять же, не делать резких маневров, соответственно, да, ну, чтобы избежать дорожно-транспортных происшествий, опять же, следует быть, еще раз, как я сказал, более внимательными на дороге. А мы продолжаем. Лаборатория безопасности – это комплексная программа, направленная на снижение числа аварий с участием детей и предотвращение ключевых факторов риска в области детской безопасности на дорогах, а также на формирование культуры поведения и воспитания личности, соблюдающей правила дорожного движения. В каких улусах побывала лаборатория безопасности и о проведенной работе, давайте посмотрим в следующем сюжете. Ярко-оранжевый автобус за 10 дней проехал полторы тысячи километров. Это были очень непростые, но увлекательные километры для команды единомышленников, объединенных одной общей задачей – научить детей правилам дорожного движения, безопасному поведению в процессе участия в дорожном движении. Лаборатория безопасности за несколько дней побывала в Мегино-Кангаласском, Татинском, Чуропчинском и Тампонском районах. Более 9400 маленьких якутян из 13 образовательных учреждений стали более грамотными и предусмотрительными участниками движения. На базе «Форда Транзита» нам сделали, мы оборудовали лабораторию безопасности. Вот мы на «Форде Транзите» ездим, обучаем детей в лусах, в городе Якутске, практическими занятиями с уклоном таким, чтобы дети понимали, что такое практика и понимали, что такое светофор. И объясняем, как правильно переходить дорогу. Давайте пройдемте зад, покажем вам оборудование. И вот эти все стенды выставляются. У нас есть... Мы рассказываем детям по правилам дорожного движения, показываем, как правильно переходить дорогу. Показываем у нас, например, специально... Вот есть автобус, как правильно заходить в автобус, как правильно выходить. Тут плакаты есть у нас для... Ну, показаны машинки. Вот тут машинки. Конусы, светофоры, они у нас на аккумуляторе, так что не надо электричество подводить. Аккумуляторы отдельно ставим, и они горят. В состав десанта безопасности вошли педагог Дворца детского творчества имени Авдеевой и инструктор лаборатории безопасности Сергей Сетинь, старший инспектор пропаганды управления ГИБДД региона Кюня Иванова и сотрудник Республиканского управления автодорог Лена Чемизова. Для старшеклассников помимо занятий по безопасности дорожного движения были проведены и профориентационные уроки, а для школьников среднего звена – познавательные викторины на знание правил дорожного движения. Мы договариваемся с другим улусом, и другой улус приглашает нас. Мы приезжаем к ним, например, в деревню какую-нибудь, и проводим там занятия всех классов начальных. Стараемся только началку брать, потому что, ну, взрослые поколения, уже пятый класс, дети уже все понимают, все знают. А вот маленькие, они знают, но в практических занятиях начинают делать ошибки, как на улице, например, в основном. Вот, и с ними работаем. В некоторых школах бывает, что по 8 часов работаем, потому что классов много, и чтобы объяснить детям, желательно делить бы, ну, детей, там, бывает, 30-40 человек, 40 человек, например, не даже столько информации, стараемся 15-20 детей, чтобы было в классе. Напомним, что проект реализуется совместно с Госавтоинспекцией МВД России и Российским Союзом автостраховщиков при поддержке Министерства образования и науки Республики Саха-Якутия. С наступлением заморозков на дорогах появляется гололед, и на эту тему мы сейчас продолжим наш разговор с Владимиром Ощепковым, инспектором отделения пропаганды безопасности дорожного движения Управления ГИБДД Министерства внутренних дел по Республике Саха-Якутия. Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте, Руслан. Для всех автомобилистов, пешеходов наступает опасный сезон. Это гололед, мокрый снег осложняет обстановку на дорогах. Как это отражается на показателях по количеству ДТП? У нас дорожно-транспортное происшествие как раз увеличивается в данный период, в осенне-зимний. Ну и, соответственно, в межсезонье количество ДТП у нас, опять же, увеличивается. Ну и если в среднем взять по количеству ДТП в течение суток, это у нас, опять же, во время снегопада, ну и в метеорологических, и когда дорожные условия у нас не очень хорошие, в сутки у нас регистрируется более 20 ДТП. Ну и там же бывает у нас также ДТП с пострадавшими. Ну, в особенности водителям, опять же, следует смотреть свое техническое состояние транспортного средства, то есть, опять же, поменять летние резины на зимние. Ну и, соответственно, в техническое состояние, то есть, опять же, там жидкости все поменять, ну и, соответственно, подготовиться к зиме. Ну и пешеходам также следует соблюдать правила дорожного движения, то есть, им также следует быть внимательными. При переходе дороги нужно сперва убедиться в безопасности своего перехода, то есть, подождать, когда водитель вас заметил, и когда остановил транспортное средство, и после этого только следует переходить. Опять же, не забывайте то, что транспортное средство во время гололеда сразу не остановишь, и, соответственно, у водителя нет такой возможности, когда даже если он заметит пешехода, резко остановить транспортное средство. Ну и пешеходам также это следует помнить, так как во время гололеда тормозный путь у транспортных средств в разы увеличивается. Спасибо, Владимир. Ну, а мы продолжаем. С начала года сотрудниками Госавтоинспекции Республики выявлено более тысячи нарушений в области дорожного движения, как физическими, так и юридическими, и должностными лицами. Подробности в нашем следующем сюжете. Чаще всего водителям прилетают штрафы за превышение скорости. По итогам прошлой недели выявлено порядка трех тысяч нарушений по республике. Также с центром фото- и видеофиксации составлено 31 протокол по делу административных правонарушений и направлено на рассмотрение мировому суде. Постановление о привлечении к административной ответственности в течение трех дней с момента вынесения направляются в адрес собственника транспортного средства. По истечении 10 дней со дня получения постановления либо возврата почтового отправления постановление вступает в законную силу. Далее лицу, в отношении которого вынесено постановление, дается 60 суток для уплаты административного штрафа. В случае отсутствия уплаты штрафа по истечению указанного законом 60-дневного срока соответствующие сведения направляются в службу судебных приставов для принудительного взыскания. Вместе с тем, одновременно в отношении лица, не уплатившего административный штраф, возникают основания для привлечения его к административной ответственности по части 1 статьи 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, то есть неуплата административного штрафа в срок. Санкция данной статьи предусматривает наложение административного штрафа в двукратном размере суммы наложенного штрафа. Квитанции о поплаченных штрафах лучше не выбрасывать и возить с собой, чтобы в случае необходимости предъявить инспектору. Госавтоинспекции также рекомендуют для того, чтобы не возникало недоразумений, предоставлять квитанции о поплате штрафов, особенно если взыскание много или суммы штрафов велики. Лично в госавтоинспекцию по месту жительства. Затемняющая пленка на стеклах автомобиля защитит салон от вредных солнечных лучей, но а также от любопытствующих глаз прохожих. За это ее любят многие автомобилисты. Но закон не разрешают отгородиться от всего мира целиком. Как проверяют тонировку и какой процент света должно пропускать стекло, смотрите в следующем сюжете. Абсолютно прозрачных стекол не существует, поэтому даже нетронутая тонировка и отстекление не обеспечивает стопроцентного светопропускания. В заводских условиях стекла затемняют, добавляя специальные компоненты в состав материала. Их количество и состав определяют степень и оттенок тонировки. Для затемнения уже готового стекла чаще всего применяют другой метод. Его оклеивают изнутри пленкой. Она тоже может отличаться по цвету и количеству света, которое пропускает. Проверять цветопропускание стекол вправе сотрудники ГИБДД или технической инспекции. Но это можно делать только специальными приборами, тоуметрами, а не на глазок. Согласно пункту 7.3, перечне неисправности, с которой запрещается эксплуатация транспортных средств, запрещается устанавливать дополнительные предметы или наносить покрытие, ограничивающее обзорность места водителя. При помощи специальных технических приборов, таких как свет и тоник, сотрудники ГИБД проверяют светопропускаемость ветровых стекол. При помощи специальных технических приборов, свет и тоник, сотрудники ГИБД проверяют светопропускаемость ветровых стекол. Согласно пункту 4.3 технического регламента Таможенного союза о безопасности колесных транспортных средств, от 9 декабря 2011 года за номером 877 светопопускаемость ветрового стекла и стекла, через которые обеспечивается обзорность для водителя, должна составлять не менее 70%. Ответственность за данное правонарушение предусмотрена частью 3.1 ст. 12.5 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Санкция данной статьи предусматривает административный штраф в размере 500 рублей, а также составляется требование на устранение пленочных покрытий, либо дополнительных предметов, если водитель не устраняет их на месте. Лобовое стекло должно пропускать минимум 70% света, но на него можно наклеить светозащитную полосу шириной для ляковых машин не более 14 см. Передние и боковые стекла тоже должны иметь светопропускание не менее 70%. За езду с незаконной тонировкой отштрафуют на 500 рублей, а если проигнорировать требования полиции о ее снятии, повторный штраф будет уже от 2 до 4 тысяч рублей, могут арестовать на 15 суток. Шторки и сетки на передние стекла тоже запрещены. За их использование грозит штраф 500 рублей или предупреждение. Ну а я с удовольствием хочу приступить к нашей постоянной и любимой многими рубрике, где горожане проверяют свои знания о правилах дорожного движения. И напомню, что наш экспресс-тест состоит из 10 вопросов. Ответит на них сегодня моя коллега, телеведущая Дарья Анкехова. Ее ответы разберет наш эксперт Наталья Ленских, преподаватель автошколы «Фаворит». Дарья, поздравляю тебя, кстати, с наступающим днем телевидения. Спасибо большое. Что для тебя работа на ТВ? Неожиданный вопрос. Ну что, ну конечно, спустя уже многие годы, когда ты отработал столько на телевидении, это, конечно, уже, наверное, не просто работа, это такой некий смысл жизни. И действительно, постоянно быть в гуще событий, знакомиться с новыми людьми, ты уже без этого не можешь. Даже когда уходишь в отпуск, зачастую в таком, знаешь, на отдыхе лежишь и включаешь того самого телеведущего. То есть, все время расспрашиваешь людей вокруг, восхищаешься, достаешь камеру, снимаешь. Конечно, это уже не просто работа, это смысл жизни. Хорошо. Ну что, Даша, я думаю, ты готова. И у нас будет 10 вопросов, напомню, все они будут на этом экране. И мы переходим к первому вопросу. Выезжая с грунтовой дороги на перекресток, вы попадаете. Варианты ответов на равнозначную дорогу, поскольку проезжая часть имеет твердое покрытие перед перекрестком. Второе. На равнозначную дорогу, поскольку отсутствуют знаки приоритета. И третий вариант. На главную дорогу. Так, ну, Руслан, опыт вождения у меня сразу, признаюсь, небольшой, но я, наверное, бы ответила номер 3. Вариант номер 3. Что-то подсказывать. Да, вариант номер 3. Вариант номер 3. Хорошо. Следующий вопрос. Где вы должны остановиться? Варианты ответов. Первый вариант. Перед знаком А, перед перекрестком. Это вариант Б. И третий вариант. Перед краем, пересекаемой проезжей части. Вариант В. Так, ну, смотри. Логично было бы ответить, что перед знаком стоп, да? Ну, по мне так кажется. Но, с другой стороны, я помню, что должна быть та самая стоп-линия. Правильно? Или нет? Я не буду подсказывать. Подсказывать нельзя, да? Хорошо. Так, соответственно, если нет той самой стоп-линии, то, мне кажется, можно было бы продвинуться чуть дальше. И вот, соответственно, там третий ответ, мне кажется. Но я встала вот там, поглядела налево-направо, а дальше уже продолжила движение. Вариант номер 3. Наверное, да. Следующий вопрос. Вам необходимо двигаться со скоростью не более 40 км в час. Варианты ответов только во время дождя. Второе. Во время выпадения осадков. Дождь, град, снег. И третий вариант. Во всех случаях, когда покрытие проезжей части влажное. Знаешь, вот это я точно помню. Почему? Потому что по мне, так вот этот знак, который находится, да, справа, ну, логично было бы ответить, что именно дождь, только дождь, ну, потому что нарисовано облако. Но я точно запомнила, что нужно двигаться, когда вот покрытие влажное во всех случаях, не только после дождя. Отлично. Вариант номер 3. Какой из указанных знаков устанавливается в начале дороги с односторонним движением? Варианты ответов B или G, B или V, только A, только B. По мне, так методом исключения. Все лишнее убираем, и вот знаю только один знак. И поэтому, наверное, вариант B. Остальное я, кстати говоря, не очень хорошо знаю. Вариант B – это вариант 4. Да. То есть ответ 4 – только B. Хорошо. Принимается следующий вопрос. Можно ли вам остановиться в этом месте для посадки или высадки пассажиров? Вариант ответов – нельзя. Можно. Можно, если при этом не будут созданы помехи движению маршрутных транспортных средств. Ну, здесь я с точки зрения даже могу пассажира рассуждать, который передвигается, допустим, на такси, да. По-моему, разрешается подъезжать, но главное, чтобы там не стояли люди, не стояли автобусы, да, и другой транспорт. Если не мешает, почему бы не подъехать и не высадить меня на автобусной остановке? Я отвечаю номер 3. Вариант номер 3. Принято. При повороте направо вы, вариант ответов, должны уступить дорогу только пешеходам, имеете право проехать перекресток первым, и третье – должны уступить дорогу автомобилю с включенными проблесковым маячком и специальным звуковым сигналом, а также пешеходам. Ну, здесь все проще, мне кажется. Пешеходам обязательно, ну и, конечно же, автомобилю, который едет со звуковыми, да, такими моментами обязательно тоже, по-моему, всегда надо, если я не ошибаюсь. А может, иногда и не надо. Вариант номер 3. Пусть будет 3, да. Пусть будет 3. Хорошо, следующий вопрос. По какой полосе вы имеете право двигаться с максимальной разрешенной скоростью вне населенных пунктов? Варианты ответов только по правой, только по левой, по любой. Этим вопросом, кстати, я задалась буквально недавно, потому что мы передвигались по маршруту Москва-Краснодар, и вот здесь я спорила, кстати говоря, хотя я была и пассажиром, но как мне потом все-таки меня направили на путь истинный, сказали только по правой. Но, может быть, они ошибались. Мы, кстати говоря, не проверили результат. Мне сказали только по правой. Хорошо, вариант номер 1 принято. Следующий вопрос. Кто из водителей нарушил правила стоянки? Варианты ответов только водитель мотоцикла, только водитель автомобиля, оба, и никто не нарушил. Ну, автомобилист точно нарушил, а мотоциклисту, наверное, позволил. Значит, только автомобилист. Вариант номер 2. Да. Хорошо, двигаемся далее. Следующий вопрос. При движении прямо вы, варианты ответов, должны остановиться перед стоп-линией. Можете продолжить движение через перекресток без остановки. И третий вариант. Должны уступить дорогу транспортным средствам, движущимся с других направлений. Мне кажется, нужно исходить от зеленого. Значит, вариант номер 2. Да. И последний вопрос. На повороте возник занос задней оси переднеприводного автомобиля. Ваши действия. Варианты ответов. Притормозите и поверните рулевое колесо в сторону заноса. Второй вариант. Уменьшите подачу топлива рулевым колесом, стабилизируйте движение. Третий вариант. Значительно увеличите подачу топлива, не меняя положение рулевого колеса. И четвертый вариант. Слегка увеличите подачу топлива, корректируя направление движения рулевым колесом. Давайте сделаем один вариант. Притормозите. Ну слегка же там или без разницы? Притормозите и поверните рулевое колесо в сторону заноса. Ой, в сторону заноса упустила, простите. Нет, тогда нет, обратно так. Значительно увеличьте и слегка увеличьте подачу топлива и скорректируйте движение рулевым колесом. Ну да, в любом случае что-то надо сделать с рулевым колесом. А тут у нас увеличьте или слегка, слегка либо значительно увеличьте. Да, значит либо третий, да? Пусть будет третий. Мы просим убрать два неправильных ответа. Звонок другу можно. Тебе же и позвоню, кстати, да? Так, давай третий вариант. Вариант номер три. Друзья, ну что, это был последний, десятый вопрос. И сейчас для разбора ответов, которые дала Дарья, я приглашаю нашего эксперта Наталью Ленских, преподаватель автошколы «Фаворит». Здравствуйте. Дарья ответила на 10 вопросов. Очень много было сомнений. И первый вопрос был. Выезжая с грунтовой дороги на перекресток, вы попадаете, и правильный ответ действительно на главную дорогу. Вы ответили верно. Второй вопрос. Где вы должны остановиться? Если у нас перед перекрестком установлен знак «Стоп», то действительно при наличии стоп-линии необходимо останавливаться возле стоп-линии. Но если стоп-линии нет, то необходимо останавливаться возле края пересекаемой проезжей части. То есть это показывает то место, откуда будет самая лучшая видимость. Дарья, вы ответили верно. Вам необходимо двигаться скоростью не более 40 км в час. Также ответили правильно. Сказали, что действительно во всех случаях, когда покрытие проезжей части влажное, нарисован дождик. Ну, знаете, я думаю, наверное, влажное покрытие по-другому нарисовать было бы сложно. Какой из указанных знаков устанавливается в начале дороги с односторонним движением? Правильный ответ. Только «Б». Вы ответили верно. Можно ли вам остановиться в этом месте для посадки или высадки пассажиров? Мне понравилось, как вы рассуждали. Это был правильный ответ. При повороте направо вы... Конечно, автомобилю с включенными проблесковыми маячками и специальным звуковым сигналом необходимо уступать во всех случаях. И, конечно, поворачивая направо, должны уступить дорогу пешеходам. Правильный ответ. По какой полосе вы можете продолжить движение с максимально разрешенной скоростью вне населенных пунктов? Вам правильно сказали, что вне населенных пунктов можно двигаться только по правой полосе. Это касается дорог вне населенного пункта и дорог, на которых разрешено движение со скоростью более 80 км в час. С той целью, чтобы вы были по возможности как можно дальше от встречной. То есть это безопасность вашего движения. Сделать боковой интервал. Кто из водителей нарушил правила стоянки? Конечно, водитель легкового автомобиля правила стоянки нарушил. Он стоит на тротуаре. Водитель мотоцикла не нарушил правила стоянки. То есть от него показано 3 метра, но с нашей стороны прерывистая линия разметки. То есть его можно объехать. Вы дали правильный ответ. При движении прямо в... Очень много было сомнений по поводу этого вопроса. Знак стоп относится к знаком приоритета. Надеюсь, вы помните, что знаки приоритета отменяются сигналами светофора. В данном случае вы дали правильный ответ. Можно продолжить движение без остановки. На повороте возник занос задней оси переднеприводного автомобиля. Ваши действия. В таких ситуациях ничего нельзя делать значительно, сильно, резко. Правильный ответ – это слегка увеличить подачу топлива. И дальше. А далее? Поворотом рулевого колеса. Который четвертый вариант, значит, да? Да, четвертый вариант будет правильно. То есть слегка увеличиваем подачу топлива, поворачиваем руль в сторону занос. Ну, дай бог, чтобы такой ситуации не возникло. Я думаю, и всем телезрителям желаю, чтобы с таким не сталкивались. Но все-таки предупрежден, вооружен, да? Действительно, все-таки нужно знать теоретически, что делать, ну, чтобы на практике иметь возможность этим воспользоваться. Несмотря на одну ошибку, я думаю, Дарья, вы неплохо знаете ПДД. Повторить все равно советую. Спасибо большое. Вот и вот наш факт к концу нашей телепередачи. Дорогие телезрители, берегите себя, соблюдайте правила дорожного движения. И до новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова